9 января. Ольга. Вопрос 4 года 6 месяцев. Письмо называется. Вопрос 4,5 года. Юль, добрый день. Здравствуйте, Ольга. Спасибо за ваше видео и вашу рубрику. Пожалуйста. Мой вопрос. Сыну 4,5 года. После последней пару месяцев стал замечать, он радуется, когда другой кто-то плачет или другому плохо. Ага, какая-то эмпатия слетела, да? Иногда притворяюсь, что плачу, когда он меня обидел, но ему меня совсем не жалко, потому что вы притворяетесь. Он же видит, что вы притворяете. Вот вы пишите. Иногда я притворяюсь, что плачу. Он же видит, что вы притворяете, поэтому он вас не жалеет. Вот. Эмоциональный, видимо, интеллект, воспитание куда-то слетело. Неправильно понимает эмоции. Что плачу? Когда он меня обидел, но ему меня совсем не жалко, не жалеет, а наоборот улыбается при этом. Ну, понятно. Во-первых, здесь ошибка, что он вас обидел. Это что значит обидел? 4,5 года. Мать, надо только на руках носить, а не обижать. И второе, вы притворяетесь. То есть это неискренне. И он неискренне, конечно, он вас и не жалеет. Читаем детскую книжку. И там, где героев по сюжету должно быть жалко, он говорит, что ему их совсем не жалко. Он бы им не помог, что он рад, что с ним случилась эта беда и прочее. Недавно сказала мама. Всем мамам достались хорошие мальчики, а тебе достался плохой мальчик. Очень беспокоен за такое поведение. Что-то неправильно в воспитание пошло. Подскажите, что с этим делать и с чем может быть связано такое поведение. И как воспитать в нем сочувствие к другим. Научите сопереживать. Это эмпатия. Реальной жестокости замечено не было. Чтобы издевался над животными или что-то подобное. Дома обстановка спокойная, скандалов нет. На повышенных тонах не разговариваем. Внимания ребенку уделяется достаточно. Постоянно с ним занимаюсь и играю. Но здесь нужно разбираться, в какой момент и что именно пошло не так. Вот. Потому что даже вот это вот ваше, когда... У нас уже было такое видео. Когда ребенок бьет родителей, это происходит в младенчестве. Вот. Когда он совсем маленький. И если не предпринимать никаких мер, это переходит в более старший возраст. Вот. И действительно он уже знает, что когда он злится или ему не дали, он может двинуть, стукнуть родителей. Вот. И родители при этом не какие-то кардинальные меры принимают, о которых мы говорили неоднократно в нашем видео, а просто начинают вот в ладошке прятаться и плакать, вызывать жалость какую-то или играть какие-то спектакли. Вот здесь вот в таких моментах, да, вот это может приводить вот к такому поведению. То есть здесь идет неправильная эмоция, обыгрывание этой эмоции, хотя здесь должно было другое быть поведение от взрослых. Тоже мы об этом говорили, не буду сейчас повторяться. И у ребенка вот слетают эмоции. Бывает так, понимание эмоций. Бывает так, что мать пришла с работы уставшая, расстроена, у нее что-то болит. Это на лице написано, это читается в каждом движении, в каждом поступке, в ответе. Но мать старается улыбаться и говорит, все хорошо, сынок, все нормально. И когда дети старше трех лет, они получаются вот эту вымученную улыбку на лице, принимают за все хорошо. Но при этом вешают на эту эмоцию в своей голове ярлык, мать дерганая, повышенное артериальное давление. Она часто дышит, у нее все падает из рук. Ну, в общем, понимаете, да, все хорошо и радость находится вместе с неправильным поведением. То есть, если действительно вы плохо себя чувствуете, нужно так ребенку сказать, болит сейчас голова, чтобы он понимал, почему у вас вымученная какая-то улыбка на лице, болит голова. Я считаю, что вам нужно, если это действительно вот так вот, как вы все описываете, не надуманно действительно, как вы описываете, я считаю, что вам нужно дойти до психолога однозначно, пройти у психолога тесты на поведенческие, на эмпатию, на эмоции, на понимание этих эмоций. То есть не на познание, а действительно поговоряться в межличностных отношениях и понять, как ребенок относится к тому, к иному, к другому. В общем, есть специальные тесты. Также тест провести на взаимоотношениях в семье. Может быть, что-то неправильно в семье идет. В общем, психологу нужно разобраться в семье, в ребенке и понять, что где не так пошло. Вот. И если действительно слетел эмоциональный интеллект, слетело эмоциональное развитие, то вам назначат курс из 10, может, из 20 занятий, где выставят эмпатию, понимание эмоций своих. Своих. Сначала нужно понять свои эмоции, а потом уже интерпретировать и понимать чужие эмоции. Если у вас нет такого психолога, который в этом во всем разбирается в районе, может быть, тогда есть курсы эмоционального интеллекта. Там тоже учат всему этому. Но правильно, что обратили внимание, с этим нужно разбираться. Такое тоже еще поведение бывает, когда родителей очень много в жизни ребенка. Когда идет гиперопека, когда поставь на место, убери, нет личного пространства, опять-то раскидал. Когда ребенок не может посидеть один, родители выдергнуты. О чем ты думаешь? А что ты сейчас будешь делать? А куда ты пойдешь? А что ты понес? А куда ты собрался? Когда гиперопека вот такая вот, тоже слетают, ну, это начинает нервная система настолько себя неуверенно чувствовать, что тут все кикость-накость идет. И такое поведение тоже может быть. Ну, в общем, парни к психологу. Однозначно. Семью посмотреть и у него внутри в душе покопаться. Это была Ольга, 9 января, 4,5 года. Ну, так назовем, эмоциональное развитие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...